Ура! Ура! Органика! Органика! Ну что, как меня слышно? Ну, вроде бы слышно. Здравствуйте! Ну что, как вы? Слышно? Видно? Здравствуйте! Ура! 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 Органика! Я с вами согласна! Органика – это ура! Просто! Органика – это окей! Значит так, давайте разберемся с базовыми вещами. Здравствуйте! Это первое. Я рада вас всех видеть сегодня. Второе. Мы с вами сегодня начинаем проходить курс органической химии. И он абсолютно с нуля. Он подходит для детей 10 класса, у которых органика идет. Ну, естественно, для 11 классиков, которым нужно сдавать игры в этом году. Ну, и органика по количеству баллов, по распределению – это самый богатый на баллы, да, собственно говоря, раздел. Он больше всего баллов дает. В общем-то, во второй части задание с органическими цепочками стоит целых 5 баллов. Это самая дорогая. Самая дорогая, в общем-то, химия, понимаете? Поэтому нужно ее заботить. К органике относятся по-разному. Ее либо очень сильно любят, потому что она невероятно логичная, либо прям капец как презирают. Ну, вот давайте мы с вами сегодня попробуем в нее влюбиться, в эту органическую химию. Да? Значит, начинаем с нуля. Ну, я буду использовать максимально простые слова, да, то есть у нас сегодня открытый вебинар. Это вебинар «Введение в органическую химию». Мы будем смотреть базовые такие какие-то понятия. Вот. Но нужно понимать, что этот вебинар, его нужно рассматривать в связке с тем вебинаром, который будет в четверг. Вот особенно это касается для ребят-марафонцев. То у вас там сегодня будет ДЗ. Это все. ДЗ сейчас пойдет с экспертной проверкой. Там будут такие душные, скучные ДЗ из разряда «Доставьте водород», там, «По валентности», да, там, «Поставьте степень экстремии». В общем, давайте со всем разбираться потихонечку. Значит, что такое органическая химия? И поставила НО2 в радикали. А вы, я дошла сейчас... Я сейчас расскажу это. У НО2 как поставить? Ну, не переживайте. Сейчас все будет. Ну, сделайте, что это НО2. И поставьте степень кисления у азота. И не парьтесь. Здесь же... Ну, понимаете, просто азота такой спеременный, естественно, нельзя... Ладно, сейчас дойдем до этого. Погнали. Органическая химия. Это химия углеводородов и его производных. То есть это химия углерода. Можно сказать, что это химия углерода. Углерода очень много соединений. Да, есть соединения, которые мы с вами разбираем внеорганики. Давайте их напишем. Типа, вот внеорганики, да, это там СО, СО2, там мы рассматривали, H2, СО3, какие-нибудь соли, угольные кислоты, типа там карбонаты, гидрокарбонаты. Это были соединения, собственно говоря, неорганической химии. А всякие метаны, бутаны, да, то есть это будет органика. И здесь первое, да, правило, это нужно... Ну, понятно, вам в школе рассказывали про теорию Бутлерова, да. Вот, что там есть положение этой теории. Вот одно из положений, это, естественно, провалентность. Нужно помнить число связей, которые могут образовывать атомы в органических соединениях. И это все рождается... Почему мы изначально проходили с вами, например, строение атома? Почему мы изначально проходим и рисуем вот такие электронно-графические формулы? Потому что именно из них рождаются вот эти вот электрончики, да, в виде палочек. И это, соответственно, количество валентности, да, количество валентности, а вот это... Это валентность, количество связей, которое будет образовывать атом. Вот есть у нас углерод, да, то есть вот это вот электронно-графическая формула углерода. И она здесь, вы посмотрите, это возбужденное состояние. То есть здесь мы уже с S под уровень распарили с вами электроны на P под уровень. И получили 4 одинарных, да, стрелочки, то есть 4 неспаренных электрончика. Я буду говорить, что валентность это равно ручке, ручке, да, ручке. Вот, и у углерода нужно помнить, что он у вас всегда должен быть 4-х руки. Окей, у углерода всегда должно быть 4 ручки. И вот посмотрите, вот здесь вот у меня на слайде показаны вариации того, как эти ручки могут быть расположены у углерода. То есть это могут быть одинарные ручки, то есть вот 4 одинарные связи, да, 4 ручки. Либо это может быть одна двойная связь, соответственно, и 2 одинарные связи. Или одна тройная связь и одна одинарная связь. Но в любом случае везде у меня будет 4 ручки. Да, я всегда слежу за тем, чтобы у углерода было 4 руки. Углерод всегда 4-х валентин. Вот степень окисления, мы чуть попозже скажем, она у него может такая, типа, ну, разный быть, да, там, и минус 3, и 0, там, и минус 2, и плюс 1. Вообще разный. А вот валентность не меняется. Водород стандартно одновалентный. Ну, у него один электрон, да, то есть в электронно-графической формуле. То есть у водорода, он у меня здесь не нарисован, но мы его вот так дорисуем, у водорода будет одна ручка. Да, он однорукий. Кислород, у кислорода валентность 2, у него 2 неспаренных электрона, и у кислорода будет 2 ручки. Вот у меня вариации, да, получается. И, соответственно, кислород, он может быть либо с одинарными связями, либо, да, у него может быть одна двойная связь, но всегда 2 руки. Вот, ну, про азот мы с вами будем говорить чуть попозже, да, то есть мы там говорим, что у азота может быть валентность 3, да, по донорно-акцептованным механизмам может быть валентность 4, но про азот мы будем говорить, когда будем проходить азот, содержащие соединения. Сейчас давайте разберемся пока с углеродом, водородом и кислородом, с тем, что попроще. Ну, вот теперь давайте поговорим про углеводорода сначала и поговорим про степень окисления, то есть вот мы сказали про валентность, теперь поговорим про степень окисления еще. Вот, что у нас вообще углеводороды – это первое соединение, которое мы разбираем. По определению понятно, что это угли и водород, то есть это соединение, которое содержит С и H в своем составе. Ну, чуть попозже, да, мы скажем, что есть у нас, да, там алканы, алкены, алкины, циклы алканы, да, это такие классы, которые будут образовывать углеводороды, сейчас мы тоже до этого дойдем. Но вот пока мы говорим с вами про углеводороды. Вот, и по степени окисления, то есть у нас степень окисления, у нас может быть разная, да, то есть у углерода от минус 4 до плюс 4, и есть даже степень окисления в соединении, когда она равна нулю, это тоже может быть, и прямо внутри соединения. И давайте теперь посмотрим некоторые правила, которые нам нужны для того, чтобы вот эти вот правила, вот сюда давайте обратим внимание, на вот эту табличку, какие нам нужны правила, чтобы выставлять степень окисления. Ну, есть несколько методов определения степени окисления, да, там это метод нулевых блоков, да, там или связевый метод, мы сейчас посмотрим, в общем-то, и тот, и тот, но в ЕГЭ в целом, наверное, достаточно даже метода блоков. Значит, что мы здесь помним, какие правила мы помним? Водород у нас будет иметь степень окисления плюс 1 для водорода. Кислород, да, так как он будет самый, да, там электроотрицательный, он будет иметь степень окисления минус 2. И галогениды, да, то есть они у нас имели в неорганике степень окисления минус 1, и тут, в общем-то, по такой же схеме можно запомнить, что галогены, если они будут входить в состав органического соединения, то они будут также иметь степень окисления минус 1. Ну вот, давайте посмотрим. Есть у меня вот такие вот какие-то формулки, да, то есть здесь вот на что можно обратить внимание уже. Мы пока не знаем ни как это называется, да, то есть ни что это за класс, и не нужно вот это сейчас пока понимать, то есть как это вообще называется. То есть что нам нужно понять? Понять, как расставлять степень окисления. И еще, в общем-то, вы можете заметить, вот если у меня есть атом углерода, здесь проследить валентность, то, про что мы в самом начале с вами говорили. Видите, у меня углерод 1, 2, 3, 4. Вот он, углерод, он четырех руки. Вот он водород, у него одна рука. Следующий углерод, да, обратите внимание, у него 1, 2, 3, 4 руки. То есть следующий, вот давайте во втором примере посмотрим углерод. 1, 2, 3, 4 руки. Еще один углерод. 1, 2, 3, 4 руки. Кислород, 1, 2, он двух руки. Водород, да, он одно руки. То есть вот эта валентность, она всегда работает. Или вот в четвертом примере, посмотрите, давайте вот это вот атом углерода посмотрим. 1 рука, 2 рука, и получается 3 рука, потому что тут двойная связь, и 4 рука. То есть везде у вас углерод, считайте всегда внимательно, если вы, ну, еще, ну, как бы ничего вообще не знаете в органике. Мы начинаем с того, что когда мы будем пытаться рисовать какие-то формулы, да, вот сейчас речь идет про структурные формулы, то у нас углерод должен быть четырехруким, кислород двухруким и, соответственно, водород одноруким. То есть это всегда работает. Теперь давайте посмотрим первый метод, да, то есть вот так мы его назовем. Первый метод – это метод нулевых блоков. Нулевых блоков. Что нам нужно сделать, чтобы поставить степень окисления атома углерода? Мы берем атом углерода и объединяем его и вместе, вместе с тем, с чем он там соединен, в отдельный блок. То есть вот здесь вот у меня в этом соединении будет два блока, они будут абсолютно одинаковые. И нужно понимать, что сумма степеней окисления внутри блока, да, она равна нулю. То есть мы с вами знаем, что у нас водород имеет степень окисления плюс один. Водород имеет степень окисления плюс один. Ну вот, да, еще раз я вернусь. Вот у меня здесь написано, водород имеет степень окисления плюс один. Все, написали плюс один. Соответственно, у меня получается, что водорода две штуки. То есть у меня водород имеет суммарно степень окисления плюс два. Углерод имеет степень окисления, ну, давайте плюс х, давайте ее обозначим. И в сумме каждый блок равен нулю. Значит, чему равен будет х? x будет равен минус 2. То есть, получается, вот этот углерод будет иметь степень окисления минус 2. Дальше давайте возьмем, например, следующий углерод. Ну, вот этот вот, какой же будет иметь степень окисления? Вот здесь давайте посмотрим. Вот здесь давайте посмотрим. Получается, у нас водород имеет степень окисления плюс 1. Водород имеет степень окисления плюс 1. Водород имеет степень окисления плюс 1. И, соответственно, нам нужно посчитать, сколько будет иметь степень кисления углерода. Получается, плюс 3, плюс х равно чем 0. Каждый блок в сумме равен 0. И, соответственно, х равен минус 3. Довольно несложная математика. Давайте поставим минус 3. Давайте возьмем кислородосодержащее. Вот такое вот. То есть здесь у меня углерод соединен с двумя кислородами и с одним водородом. Кислород, мы сказали, имеет степень кисления минус 2. Кислород имеет степень кисления минус 2. Водород имеет степень кисления плюс 1. Считаем, минус 4, плюс 1, минус 3. Уже можно в уме посчитать. И, соответственно, углерод будет иметь степень кисления плюс 3. Ну или давайте вот здесь возьмем, для примера, галоген имеет степень окисления минус 1, хлор, водород плюс 1. И, соответственно, бывает такое, что углерод будет иметь степень окисления 0. То есть, ну вот здесь главное правильно делить на блоки, да, то есть вот здесь вот у меня вот такой вот будет блок, да, то есть здесь будет много одинаковых блоков, то есть сумма блока равна, получается, нулю. Ну, в целом, в общем, этого метода достаточно, зачем нам вообще иметь возможность расставлять степень окисления в органических соединениях, потому что у вас есть реакция УВ, и для реакции УВ вы же знаете, что нужно уметь ставить степень окисления, потому что потом углерод, он будет свою степень окисления менять, и вам нужно будет сделать баланс для того, чтобы уравнять ту самую цепочку, про которую я вначале сказала, да, что она стоит целых 5 баллов. Вот, и нам нужно уметь определять степень окисления для этого, и в начале, да, уравнения до стрелки, и после уравнения, то есть после стрелки, что у нас там получилось смотреть вот эти вот изменения. Теперь давайте посмотрим, так вот у меня здесь где-то должны быть слайды, у меня нету этих слайдов, круто. Ну, давайте я где-нибудь вот так вот сейчас вот место себе оставлю. Давайте посмотрим, что есть еще второй метод, второй метод, вот, это связевый метод, связевый метод. Этот метод, он помогает нам определить степень окисления этого углерода, когда вот он с чем-то вот таким вот, ну, невозможно блок, в общем, составить. Для примера давайте возьмем соединение какое-нибудь, то есть вот у меня есть там соединение типа CH3, CH2, CH2, ну, что-нибудь такое подлиннее, C, O, вот так вот, O, вот что-нибудь, эфирную какую-нибудь такую группу. Возьмем CH3. Ну, как бы вот это блок понятно, да, вот это тоже блок понятно, это тоже блок понятно, а вот здесь проблема, что вот этот вот блок, как бы непонятно, вот этот кислород, его куда, куда он относится, вот к этому, да, там углероду, или вот к этому, ну, то есть, вот, сейчас возьму, вот к этому углероду, то есть непонятно. Ну, вообще в таком соединении оно у нас в ВВ-реакцию не должно пойти, поэтому нам в ЕГЭ не предлагается в таком соединении определять степень кислений. Ну, на всякий случай давайте возьмем, то есть что такое связевый метод? Это мы с вами будем по электроотрицательности сейчас смотреть, куда будет связь оттягиваться. То есть вот у нас есть углерод, вот этот вот, давайте возьмем другой цвет, и он более положительный, чем кислород, то есть кислород от него берет и оттягивает, в общем-то, что? Оттягивает на него, на себя электроны, ворует эти электроны. Вот, и смысл связевого метода это посчитать количество, в общем, вот этих вот стрелочек, которые либо отходят от углерода и просуммировать со стрелочками, которые приходят к углероду, если такие имеются. То есть вот в данном случае, да, у меня получается, что все три стрелочки, а их всего три, да, вот мы посчитали количество связей, это все три стрелочки, направление какое? Оттягиваются. То есть кислород более электроотрицательный, углерод положительный. То есть углерода будет степень окисления плюс три в данном случае. Вы просто считаете количество стрелочек. Или, например, можно взять другое соединение, допустим, формальдегид, да, допустим, вот он выглядит вот таким вот образом. Вот. И что подумать, подумать еще? Посчитать, в общем-то, вот здесь количество стрелочек, да, давайте посмотрим. Вдород более положительный. Я сейчас пошире просто напишу, мне кажется, не очень видно, чтобы стрелочек написать. Вот. Давайте вот так вот. Вот так. То есть у меня здесь что получается? Кислород он оттягивает на себя, а водород, он получается более положительный, нежели чем углерод, и углерод, получается, тянет на себя. Вот давайте теперь здесь посмотрим. То есть углерод притянул две на себя и две от него. То есть два минус два получается ноль. И смысл связевого метода, да, то есть давайте можем здесь даже, извините, написать какое-то правило, да, что степень окисления, она будет равна чему? Степень окисления будет равна. Число стрелок от, получается, углерода, минус число стрелок к углероду. То есть два минус два равно ноль. Вот. А как три стрелочки? Где три стрелочки? Вот первый у меня пример. Вот второй пример. Напишите, про какой пример вы говорите. Здесь у меня это уже другой углерод. Смотрите, между С и С вот здесь вот стрелки нет, потому что между С и С нет никакой полярности, да, там ковалентно-неполярная связь. Мы должны это тоже понимать, что вот эти стрелочки, они рисуются только в том случае, если есть разница. Если вы говорите про первый пример. Да? То есть мы считаем не просто количество связей, а именно связь между разной электроотрицательностью. То есть вот С и С, там нет разницы электроотрицательности, там нет стрелочки, там просто палочка. А стрелочка возникает между С и О, между С и H. То есть у вас получается к О, он более электроотрицательный, он грабит углерод и на себя, получается, тянет вот это вот электрическое одеяло. А водород наоборот, да, то есть он более положительный, и здесь будет углерод наоборот грабителя. Ну, такой, да, это вариант на самом деле получается, когда не работает первый метод блоков, метод блоков более понятный. Разобрались? Можем еще пример посмотреть. Ну, типа, допустим, мы возьмем метан. Типа, вот, CH, 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 CH. Здесь у нас будут все стрелочки идти вот так вот на углерод, потому что углерод будет более электроотрицательный. Сколько стрелочек у него будет? 4, 4 к нему – это отрицательный заряд, минус 4. Давайте еще, хотите, пример возьмем. Дайте вот этот сотру. Допустим, у меня есть метанол CH, получается, O, H, H. Вот здесь, смотрите, интересный прикол состоит в том, что вот здесь вот углерод, да, он соединен, получается, с H. Углерод соединен еще с H, еще соединен с H и соединен с O. Вот с этим водородом он уже не соединен. То есть, вот в этом случае кислород тянет стрелочку на себя, а водороды, наоборот, на углерод. И как вот, степень кисления число стрелок от С минус число стрелок к С. То есть, от С одна стрелка минус число стрелок к С. Минус 3. 1 минус 3, получается, минус 2. Минус 2. Разобрались? Давайте проведем некую перекличку. Валентность всегда у углерода 4, степень кисления разная. Можем определять методом блоков, нулевых блоков, можем определять связевым методом степени кисления. Ну, метод нулевых блоков, он более должен быть понятным, потому что, в целом, вот таким же методом... Да, возвращаясь к методу блоков, у вас будет, соответственно, у каждого углерода своя степень кисления. Это так. То есть, у каждого атома углерода будет своя степень кисления. Можем вернуться вот еще вот сюда. То есть, допустим, вот у меня здесь вот это вот один блок, да, вот это получается второй блок. Но здесь вопросов нет. Вот, давайте посмотрим еще раз метод блоков. Углерод у нас, получается, имеет степень кисления, ну, неизвестную пока, да, водород имеет степень кисления. Плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 3, плюс х равно нулю. Х равен чему? Минус 3. Все кажется логичным, да, получается. Здесь у нас кислород имеет степень кисления минус 2, водород имеет степень кисления плюс 1. И, соответственно, у нас получается, здесь углерод будет иметь степень кисления. Минус 2, плюс 1, плюс х равно нулю. Минус 1, минус 1 равно минус х. Ну, х равно плюс 1, плюс 1. Такая, кажется, очень сложная математика. Но у вас один метод не исключает другой метод. Просто бывает такое, что не работает, вот как в случае с эфирами, вот в первом примере, который мы рассматривали, там вообще просто невозможно посчитать методом нулевых блоков, потому что там непонятно было, куда кислород девать, понимаете, куда его соединять, с каким атомом углерода. То есть здесь все понятно. Вот С соединен с О, С соединен с H. И далее вот как мы блок рисуем? Посмотрите, мы рисуем блок, вот где связь СС, там мы разрываем блок, получается. Следующий атом углерода – это новый блок. Вот здесь у вас, например, получается. Вот это блок, вот это блок, вот это блок. То есть понятно, как расставить блоки. Они, ну, как бы все равноценные. То есть здесь у вас водород плюс 1, водород плюс 1, и, соответственно, углерод, получается, будет минус 2. Метод нулевых блоков, в целом, еще раз, он на ЕГЭ, его должно быть достаточно, потому что, ну, там, где если мы берем реакции с окислениями, там нет эфира. Но что вы, а что вам не понравилась связь? Вы метод палочки считать? Стрелочки считать? У вас получается просто смысл-то какой, что вам нужно понять, что кислород более электроотрицательный. Вы же знаете, что кислород более электроотрицательный? Поэтому стрелка на него, он тянет на себя одеяло. Водород более положительный. Углерод будет в данном случае, если вы сравниваете между собой углерод и водород, у вас углерод более электроотрицательный, поэтому углерод тянет на себя одеяло. И вы считаете количество стрелочек, число стрелок от углерода, одна стрелка от углерода, минус число стрелок к углероду. Раз стрелка, два стрелка, три стрелка. Получается минус два. Ну ладно. Тут надо еще потренироваться, конечно. Ну вот смысл вот такой. Следующая теория, которую мы с вами берем, это понятие первичный, вторичный, третичный, четвертичный атом углерода. Знаете, у нас нет такого задания в ЕГЭ типа определите степень окисления или определите первичный, вторичный, третичный атом углерода. То есть вот эта, например, вам теория, она понадобится для ОВР. Она понадобится для ОВР, для кислительно-восстановительных реакций. Нет в ЕГЭ такого, просто возьмите и определите. А вот первичный, вторичный, третичный, четвертичный атом углерода, например, это понятие может встретиться в задачах. В задачах. Вот. И, соответственно, ну, там, например, есть такие формулировки задачи. Атом углерода, там третичные соединения есть. Или есть в соединении четвертичный атом углерода. То есть для того, чтобы составить формулу органического соединения. Ну, на самом деле, это темка тут тоже понятна. То есть первичный атом углерода, он в соединении соединен с одним атомом углерода. Вот. Первичный с одним, вторичный с двумя, третичный соединен с тремя и четвертичный с четырьмя. Ну, давайте посмотрим. Значит, вот у нас есть вот такое вот соединение. Нам нужно понять, где у нас тут первичный, где вторичный, где третичный, где четвертичный атом углерода. Вот давайте в первом разбираться. Видите, вот этот вот С, вот этот вот С, он соединен только с одним С. Значит, он какой будет? Первичный. Вот этот вот С соединен, у него 1 сосед С, 2 сосед С и 3 сосед С. То есть получается он какой будет? Он будет третичным атомом углерода. Например, вот этот атом углерода соединен с одним С, он будет первичным. Вот этот атом углерода тоже соединен с одним С, он тоже будет первичным атомом углерода. Ну, логика ясна, скажите, пожалуйста. Или вот этот вот атом углерода, он соединен 1С, 2С, 3С. То есть он будет какой? Тритичный атом углерода. Вот здесь давайте посмотрим. Вот этот атом углерода соединен с одним, он первичный. Этот соединен с одним, он первичный. С одним, он первичный. А вот этот, вот он соединен 1С, 2С, 3С, 4С. Он будет какой? Четвертичный атом углерода. Вот этот соединен 1С, 2С, он, получается, будет какой? Вторичный, он же с двумя соединен углеродами. Есть у нас, например, вот этот вот атом углерода, он соединен только с одним, он будет первичным. Этот тоже с одним, он первичный. А этот раз, два, три, он, получается, будет третичный. Логично? Логично, логично, скажите, пожалуйста. Как вы себя ощущаете? Здесь, да, вот, не забудьте это, пожалуйста, только. Потому что вот это вот, оно не так часто встречается, там, в тестовой части, потом вам в задачах это. Если такие, что значит четвертичный атом углерода? Четвертичный, это вот такой вот атом углерода, да, у которого так вот CH3, CH3, CH3. Вот он, вот этот вот, есть четвертичный. Или хотят, говорят, вот только содержит там третичный атом углерода, вы говорите. Ну, вот он, третичный получается. То есть, вот я нарисовала, вот этот вот третичный. Ну, смотрите, вот сейчас у меня что? Вот я вот так рисую, у него раз, два, видите, три руки. А одна рука, хоп, еще на водород остается. Да, ну, это же введение, это же пока базовые понятия. Понятно, что это одно из самых простых, то, что мы с вами берем, степень окисления, валентность. Вот степень окисления мы посмотрели. И первичные, вторичные. Теперь мы с вами, скажем, какие бывают формулы в органической химии. Значит, вот самая, ну, такая неинформативная формула в органике, это молекулярная формула, вот эта. То есть, она показывает только, ну, такой качественный количественный состав. То есть, она говорит, что вот здесь вот есть С, и здесь есть H, но она говорит еще сколько С, да, то есть 2С, 6H. Но так как у нас в органике есть, вот это мы уже в четверг будем с вами разбирать такое понятие, как изомеры, да, такое понятие, как гомологи. И вот изомеры – это когда одной там молекулярной формуле могут соединения разных классов как бы существовать, то нам эта формула, она вообще ничем не говорит. То есть, мы даже иногда не можем понять по формуле, ну, типа, вот у меня там есть там С3H6, допустим. И вот о чем я говорю, что С3H6 – это вот либо треугольник, вот это, знаете, музыкальный инструмент, треугольник, то есть это либо циклопропан, либо это, допустим, например, вот такое вот соединение, да, то есть, допустим, это пропем. И у нас, ну, нет понятия, что такое С3H6, что это за класс, какими оно химическими свойствами тогда будет обладать. То есть, молекулярная формула нам не информативна. Вот, ну, типа, прям самая информативная формула – это полная структурная. Вот здесь у нас будут, получается, все связи показаны. Связи и вот СС, да, то есть связи СС, и связи СН. СС, и вот обратите внимание, да, все, эквивалентность, опять же-таки, работает. И, соответственно, у нас получается углерода вот четыре ручки, как вы видите, у водорода у каждого по одной ручке. То есть, это вот полная структурная формула. Есть свернутая структурная формула. Это та формула, которая такая более предпочтительная. То есть, здесь у нас показывается только углеродный скелет, да, то есть показываются связи между углеродом и углеродом. Вот, но водород, он такой свернутый, да, видите, вот эти вот водородики, которые здесь были развернуты, они вот здесь вот суммарно прижимаются, да, как по молекулярной формулы. Типа, получается СН3, связь СН3. Но в любом случае у вас углерод везде четырех руки. То есть, у него три руки на водород и одна рука на СС. То есть, три плюс один, получается четыре. Он четырех руки у нас в любом случае. Какие еще есть формулы? Ну, вот такие вот, да, там масштабная модель, такая шароватая. Или стереохимическая модель, которая как будто бы в пространстве нам показывает молекулу. Естественно, они в ЕГО не встречаются. Ну, так красиво в конспектах у нас красуются такие формулы. И вот самая важная графическая формула, здесь, конечно, есть один такой косячок, но, ну, то есть, графическая формула, это вот так на самом деле. То есть, графы, это вот такие вот, вот такие вот палки просто, в которых вам нужно уметь разбираться. То есть, вот давайте вообще поймем, графические формулы, они для восприятия самые тяжелые, потому что они вообще какие-то не информативные. Но Статград нам подкидывал графические формулы уже несколько лет назад, но и в ЕГЭ они тоже, в общем-то, начали появляться эти формулы графические. Нужно понимать, что вот эта вот точка начала отрезка, это вот атом углерода. Вот видите, я здесь проставила, типа, это вот CH3. Значит, потом у нас идет вот эта вот кривуля, да, то есть, это еще один атом углерода. То есть, вот эта вот каждая точка получается, вот каждая точка, это углерод. А далее нам нужны просто повалентности, ну, в своей голове, если мы хотим из графы, да, ну, граф это такой типа, ну, знаете, сленг, химический сленг, графа, мы так называем. Вот, перевести ее, получается, там, в структурную формулу, то есть, это будет выглядеть уже следующим образом. То есть, здесь вот у нас С, у него есть одна связь, ему сколько повалентности водорода-то не хватает, сколько ему еще рук нужно. Одна есть, значит, нужно еще, получается, три водорода, чтобы он был четырехрукий. Потом следующий С, да, то есть, у него, получается, вот связи СС это только показаны, то есть, сколько ему еще водородов не хватает. Две руки есть, значит, нужно еще два водорода. И последний, да, углерод. Опять у него одна рука есть, остальные руки на водород. То есть не хватает еще до 4-3 водорода. То есть вот вы там пропан получили. Вот графически его рисуют вот так. Ну, такой домик. Если вы возьмете треугольничек, да, то есть опять же таки у вас в углах как бы находится СС. Ну, это мы так, ну, типа для понимания, конечно. Значит, нам еще не хватает на водород. Здесь еще два водорода, потому что, ну, как бы вот раз рука у него есть, два рука и рука есть. Надо, чтобы было 4. Ну, это у каждого так, да, то есть каждому будет не хватать еще по 2 водорода, чтобы валентность 4 соблюдалась. Ну, это вот такие формулы, да, то есть на которые вам стоит обратить внимание, я указала. То есть это полная структурная формула. Начинайте, если вы совсем с нуля начинаете работать с полной структурной формулой, затем потихонечку переходите к свернутой структурной формуле. Это как бы вот у вас шаг номер 1, шаг номер 2 и такая вот графическая формула для продвинутых, шаг 4. Но это я считать у мамы не умею. Шаг номер 3. Вот получается графическая формула. Теперь давайте посмотрим, у меня здесь есть в конспекте такая табличка. Значит, это классификация органических соединений по строению углеродного скелета. Давайте посмотрим, что здесь написано. Значит, у нас бывают ациклические и циклические. То есть ациклические – это не циклы, да, то есть это просто вот такие вот длинные, длинные, они могут там заворачиваться как-то, скелеты. То есть это называется ациклические. Они же, ну, образуют незамкнутые цепи. Их можно подразделить на предельные и непредельные. Предельные по-другому насыщенные. Это там, где связи везде, ц, ц, вот руки, одинарные руки. Вот это будут, соответственно, у нас с вами насыщенные. Есть ненасыщенные, когда есть, соответственно, какие-то связи кратные. То есть есть кратные связи, например, двойная связь. Или, например, тройная связь. Или, например, да, там может быть две двойных связи. То есть к непредельным, к ненасыщенным относятся классы, если мы скажем, это алкены. Это одна двойная связь. Алкадиены – это две двойные связи. Тут вот можно по составу разобрать это слово. Ди – это значит два. Е – это значит двойная связь. То есть две двойные связи. Алкины и ины содержат одну тройную связь. Это будут непредельные соединения. Циклические – это те, которые будут образовывать вот такой вот цикл. То есть углероды в цепи, они, ну, как знаете, хороводик водят. То есть они все вот ручки, они у них будут вот так вот соединены в колечко. Да, в какой-то. Ну, так в треугольничек, в колечко, в шестиугольничек. И циклы у нас бывают карбоциклические. Это если в цикле только углероды. То есть вот так вот, вот так вот у нас в углу, везде вот цешки стоят. То есть хоровод только из цешечек. А гетероциклические – это в хоровод записались какие-то странные атомы. Там вот азота, там серы. Но обычно они в ЕГЭ как-то не фигурируют, гетероциклические циклы. Вот. Ну, и карбоциклические вы еще можете подразделить, например, на алициклические и ароматические. Ароматические отличаются тем, что там находится сопряженная Пи-система. То есть это вот эти вот чередования двойной связи с одинарной, как в молекуле бензола, например, или там тулуолы, или анилина, да, мне здесь для примера даны. То есть это вот ароматические колечко, там прям такое полноценное колечко на палец, колечко образуется. То есть вот, опять же-таки, это терминология, которая должна у вас в базе лежать. То есть прежде чем вы пойдете там дальше проходить, вы должны понимать, да, кто такие ациклические, кто такие циклические, гетероциклы, предельные, непредельные соединения. То есть это все терминология, которую нужно выучить, понятия, понять первое, да, и второе понятие это выучить. Дальше вам будет легче жить. То есть не пытайтесь, пожалуйста, бежать там как-то по органике, пока вы вот не зафиксируете вот эти вот базы, да, вот я сказала, у нас два вебинара базовых будет, и потом мы будем рассматривать каждый класс по отдельности. И вот вам мой такой от души душевную душу совет, это, ну, не поленитесь, вот выучите, пожалуйста, эту базу. Так, теперь мы с вами смотрим вот такая у меня же табличка есть, это классификация органических соединений по наличию функциональной группы. Ну вот в органическом соединении всегда будет какая-то такая штука, она прям будет визуально очень бросаться в глаза, эта штука. То есть это может быть, например, двойная связь или, например, какая-то вот такая вот ОАШ-штучка висеть. Это есть функциональная группа, которая говорит о том, что это за класс. Вот какие у нас классы были в неорганике? У нас были оксиды, у нас были гидроксиды, у нас были соли, да, кислоты. Ну, не так много было классов, да. А здесь классов, ну, их сильно побольше. И вот первый класс – это алканы. Это класс, когда вы видите, что все связи у вас соединения одинарные. Вот так типа CC, вот так CH3, CH2, ой, CH3, CH2. Все связи одинарные. Вот это алкан. Это самый первый класс, который мы будем проходить, алкан. И у него в названии будет идти суффикс «ан». Сейчас мы еще до этого дойдем. То есть, вот что здесь в этой табличке вообще есть? Вот есть класс первый, алкан. То, почему мы этот класс узнаем. То есть, функциональная группа – это то, что все связи одинарные. То есть, вот вы видите перед собой все связи одинарные, это алкан. Затем вы видите общую формулу. Что в этой общей формуле? Давайте тоже познакомимся. Тут видите, здесь такая суть типа CH2N плюс 2. Давайте поймем, как этим пользоваться, что это вообще такое. N – это количество атомов. То есть, это какое-то число целое. 1, 2, 3, 4. То есть, например, если N равно 1, у нас формула будет как C1. H2 умножить на 1, 2 плюс 2, 4. То есть, будет CH4. Если N равно 2, то алкан имеет общую формулу. Ну, пользуясь общей формулой, будет иметь формулу C2. 2 на 2, 4 плюс 2, 6. То есть, вот так вы работаете, подставляете N. Общие формулы, к сожалению, тоже придется выучить. Это очень полезно. Ну, во-первых, для того, чтобы потом мы будем определять изомеры. Нам это понадобится. Потом нам это понадобится и в решении задач. И вообще, то есть, это база. Это нужно выучить. Нельзя не учить. И у нас следующая колоночка, она говорит о особенностях названия. То есть, мы сейчас пройдемся по этой табличке. И перейдем к тому, что мы будем пытаться с вами называть соединения. То есть, по функциональной группе у нас может меняться либо суффикс, так как в слове. Мы будем строить слово, да, в русском языке. Там есть приставка, есть корень, есть суффикс. Вот будет меняться суффикс, вот будет суффиксан. Алкены. Вы узнаете их, потому что там будет в соединении одна двойная связь. Вот видите, двойную связь, все это алкен. У них общая формула C, H2N. И название уже будет меняться суффиксен. Бутен, например. Цикло-алканы. Замкнутый цикл. Да, вот циклическое соединение. Вот обратите внимание, у них вот общая формула с алкенами одинаковая. Приставка в названии будет цикло. Цикло-бутан, цикло-пропан. Алкины имеют одну тройную связь. Общая формула C, H2N-2. Суффикс названий будет in. Алкадиены. Вот здесь уже в названии. Вот это вот ди, это значит два. Ен, это значит двойные связи. То есть две двойные связи. Прям расшифровка. И общая формула, посмотрите, вот у алкинов и у алкадиенов одинаковая. Суффикс будет dien. Арены. Шестиуглеродный цикл. То есть там вот эта вот сопряженная система. Пи-система. То есть получается вот такой вот пончик бензол. Ну и мы будем рассматривать его производные. Общая формула C, H2N-6, корень бензол. Далее вот смотрите, у нас уже идет функциональная группа кислородосодержащих. То есть вот здесь я такую таблицу сделала, что вот здесь вот я выделила только углеводороды. Здесь у нас значит кислородосодержащие дальше соединения уже идут. Спирты содержат гидроксогруппу OH. И суффикс в спиртах будет OL. Метанол, бутанол, пропанол. И общая формула C, H2N-2O. Альдегиды содержат карбонильную группу. Вот такая вот группа карбонильная. Суффикс Аль, метаналь, бутаналь. Вот у кетонов, у них в общем-то такая же общая формула. Единственная разница, кстати, между альдегидами и кетонами состоит в том, что у альдегидов вот эта группа, она отходит от краевого атома углерода. Давайте вот поймем сейчас, кто такой краевой атом углерода. Вот эти атомы углерода, они называются краевыми. Ну, с краю стоят. И вот альдегидная группа, она отходит от краевого атома углерода. А кетонная группа, она отходит где-то, ну вот там, от вторичного атома углерода. То есть от того, который соединен еще с двумя атомами углерода. То есть он вторичный. Видите? Вот зачем я это в самом начале объяснила? Потому что здесь уже есть вот это понятие вторичного атома углерода. И мы бы с вами не поняли, да, если бы не поняли, кто такой вторичный атом углерода. А мы уже с вами знаем, что вот этот вот атом углерода, который соединен с двумя атомами углерода, он будет вторичным. И только от вторичного атома углерода может отходить кетонная группа. Вступит он у кетонов. Бутанон, пропанон. Карбоновые кислоты содержат карбоксильную группу. Это на самом деле такая коллаборация двух групп. Это карбонильная группа плюс гидроксильная. И получилось вместе. Карбоксильная. Вот. На конце у вас будет там овоя кислота. Метановая, бутановая, пропановая. Вот. Ну, далее у нас идут сложные эфиры, простые эфиры. Здесь уже, конечно, посложнее, да. То есть, вот, можно задаться вопросом, что значит вот эти вот буквы Р. Это радикалы. То есть, это вот углеводородные хвосты какие-то. Соответственно, сложные эфиры, как чтобы понять вообще, кто такие сложные эфиры, я вот здесь вот подсотру. Они вот, посмотрите, вот с карбоновыми кислотами, они имеют одинаковую формулу. И вот чем они здесь будут отличаться. В сложных эфирах вот этот вот водород, который был в кислоте, он будет заменяться на какой-то радикал. Ну, чаще всего углеводородный. То есть, и так у нас будет получаться сложный эфир. Простые эфиры, они такие же, как спирты по общей формуле. То есть, когда два радикала, например, вот так вот, CH3, CH3, они соединяются через Ошку, дружат через Ошку. Вот это будет простой эфир. Ну, что у нас здесь есть еще? Вот фенол, да, то есть, это ароматическое соединение, соединенное с OH-группой. Есть еще азотосодержащие соединения, сюда относятся амины. Амины бывают первичные, вторичные, третичные. Ну, здесь можно оттолкнуться от аммиака. Вот у нас есть аммиак NH3. И амины, это, если мы сейчас даже нарисуем вот этот аммиак структурно, H, 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 H. Да, то есть, амины первичные, это когда мы вот один атом водорода заменяем на радикал какой-нибудь углеводородный. Вторичные амины, это когда мы уже два водорода заменяем на радикалы, и остается, да, там просто NH. И третичные амины, это когда мы третий водород заменяем на радикалы. Вот здесь вот у меня даны все три формулы аминок. Ну, общая формула у них есть, они все между собой имеют одинаковую формулу. Суффикс будет амин. Аминокислоты тоже коллаборация, получается, там две группы, аминогруппа и кислотная группа. Ну, вот и нитросоединение, да, то есть, это когда у нас есть функциональная группа NO2 и приставка нитро. И вот сейчас мы с вами научимся называть органические соединения. Для этого есть некоторые правила. Давайте с ними познакомимся. Значит, первое правило, нам нужно будет найти самую длинную углеродную цепь, которая будет содержать вот одну из вышеперечисленных функциональных групп. Да, там, либо двойную связь, либо OH, либо тройную связь. Вот какую-то эту, получается, функциональную группу. И почитать количество атомов углерода. Итак, мы с вами получим самое первое, это корень. То есть, если у нас один атом углерода, корень мет. Если два, корень эт. Если три, корень проб. Если четыре атома углерода, корень бут. Пять, пент. Шесть, получается, гекс. Семь, гепт. Восемь, окт. Девять, нон. Десять, дек. Ну, после десятки мы, получается, там будем получать уже какие-то более длинные названия. Они нам нафиг не нужны, на самом деле, для эгэ. То есть, в целом, мне кажется, гепт корень дальше уже и не понадобится. Суффикс мы будем добавлять в зависимости от функциональной группы. Причем, вот здесь вот такое вот уточнение УПД давайте поставим. Что если у нас есть несколько функциональных групп, то есть старшие группы. То есть, вот все группы, которые я почувствовала, там есть старшие группы. Вот самая, получается, старшая кислотная, потом альдегидная. Она, причем, альдегидная старше кетона группы, потом гидроксильная и аминогруппа. И еще нам нужно будет добавить окончание в зависимости от того, отходят ли функциональные группы. Ну и добавить приставку. И вот здесь давайте мы познакомимся с тем, какие могут быть заместители. Назовем их сейчас. То есть, у нас есть радикалы. Самый первый радикал. В общем-то, количество атомов углерода, корень будет вот такой же, как здесь. Единственное, что в радикале будет суффикс ИЛ. Вот видите, вот один атом углерода. Смотрите, вот один атом углерода. Корень МЕТ. Добавляем ИЛ. Получается МЕТИЛ. Два углерода, если это углеводородный радикал. Корень ЭТ. Получается ЭТИЛ. Три атома углерода. Корень КРОП. ПРОПИЛ. ПРОПИЛ. Ну и такие простые. Ага. МЕТИЛ, ЭТИЛ, ПРОПИЛ. Теперь у нас есть такие, в общем-то, радикалы, когда у нас нет, ну, то есть, вот посмотрите разницу. Вот у этого радикала, да, связь отходит, получается, от, будет как бы вторичная атома углерода. А вот здесь будет формироваться третичная атома углерода. То есть такой домик, радикал-домик. От другого атома углерода будет отходить связь. И вот это, я его всегда называю, это мой самый любимый радикал. Запомните, пожалуйста, его всегда все путают. Это мой самый любимый радикал, он очень популярен в ГЭП. Это ИЗОПРОПИЛ. ИЗОПРОПИЛ. Теперь, если у нас длину четыре атома углерода, да, то есть это БУТИЛ будет. Ну, корень БУТ-4, да, БУТИЛ, ИЛ, добавляем вот в радикальный суффикс ИЛ. Ну, и вот его, как бы, такие вот производные, в общем-то, радикалы. Вот такая вот сложная штука, это будет ИЗОПРОПИЛ. ИЗОПРОПИЛ, это ему изомерный радикал. Если у нас, опять же-таки, да, будет образовываться вот этот вот атом углерода, то есть связь от третичного атома углерода, это будет ТОРБУТИЛ. ТОРБУТИЛ. То есть если мы здесь там потом какой-нибудь СЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ и он где-нибудь у нас вот от этого там атома углерода висел, допустим. То есть у нас вот получается, что вот этот атом углерода, он будет соединён 1, 2, 3 с 3 атомами углерода. То есть ТОРБУТИЛ. Или у нас есть ТРЕДБУТИЛ. ТРЕДБУТИЛ. Вот такой вот интересный, получается, радикал называется фенил. Или вот такой вот бензил. А есть радикалы, которые содержат в себе кратные связи. Это, соответственно, например, винил или алил. Вот. Есть, например, у нас с вами галоген заместители. Это хлор, бром, йод, фтор. Но это очень важный момент. То есть, если заместителей несколько, то нам нужно еще будет добавить приставку их количества. То есть, если несколько одинаковых заместителей, вот типа два одинаковых, мы добавляем до приставки ди. Три одинаковых до приставка три. Четыре одинаковых до приставка тетра будет. Но и обязательно нужно будет указать номер углерода, от которого все это дело отходит. Вот теорию разобрали. Давайте теперь посмотрим на практике. Тренируемся называть органические соединения. Ну, давайте начнем. Вот тут все такое вот разные. Давайте начнем с чего-нибудь попроще. Давайте возьмем вот шестнадцатый номер. Пока это самое простое. Шестнадцатый. Мы с вами находим самую длинную цепь. Ну, здесь несложно. Да, получается. Раз, два, три, четыре, пять атомов углерода в цепи. То есть, и первое, что мы с вами получаем, пять – это корень. Мы пишем. Вот шестнадцатый. Я его здесь не пишу. Корень пент будет. Пент. Дальше мы смотрим, какая у нас тут функциональная группа. Тройная связь. То есть, вы возвращаетесь вот так вот к этой таблице, к самой вот этой большой таблице, которую мы делали. Находим. Вот одна тройная связь нам говорит о том, что нам нужно добавить суффикс in. То есть, у нас получается пентин. Где это пентин? Я его потеряла. Пентин. Вот, то есть, мы добавили корень, добавили суффикс. И нам еще нужно указать обязательно номер атома углерода, от которого будет отходить эта тройная связь. В данном случае, да, то есть, вот у нас здесь еще нумерацию. Главное, правильно, начать с того атома углерода, с которого нужно. То есть, вот не вот с этого атома углерода будет нумерация. Да, то есть, вот отсюда. Нумерация будет in. Интин. Н. 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 Это Н-буква. Пентин. Ил – это суффикс артикалов. Пентин. Настя, как я. Я Настя. Получается пентин-2. То есть, номер атома углерода, от которого будет отходить двойная связь. Потому что вот эта вот, извиняюсь, тройная связь. Вот эта тройная связь кратная, она ближе к этой стороне, чем к этой стороне. Поэтому нумерация вагонов, да, как в поезде, она начинается оттуда, куда ближе эта кратная связь. Или давайте номер вот 17 посмотрим. То есть, здесь у нас с вами, получается, уже ответвление есть. Нумерация будет откуда, будет ближе. Да, то есть, получается, нумерация 1, 2, 3, 4. Это будет самая длинная цепь. А вот если бы, ну, как бы мы могли бы сделать бы нумерацию по-другому. То есть, могли бы сделать нумерацию 1, 2, этот был бы 3, 4. То есть, тогда вот это был бы радикал. Но в целом здесь от этой нумерации смысл вообще не меняется. И поэтому как бы логичнее, в общем-то, что цепь, она горизонтальная. А вот это вот та сережка, которая есть радикал. То есть, мы начинаем с того, что мы с вами считаем количество атомов. 4 атома углерода. И вот сюда лезем, вот в эту табличку, получаем корень бут. Вот в этой табличке. То есть, получается, корень бут. Теперь нам нужно дать функциональную группу. Опять, бутин, функциональная группа ин. И номер углерода, от которого отходит эта функциональная группа. Бутин 1. И далее надо дать приставку. То есть, нужно дать название вот этому радикалу, который здесь висит. Возвращаемся вот сюда. Этот радикал называется метил. Он у нас 1. И висел он, получается, от третьего атома углерода. То есть, получается, 3-метил-бутин-1. Понятненько? Ну, давайте еще, да? Мы же здесь собрались для этого. То есть, давайте вот возьмем 12-е теперь. Вот здесь, видите, круг. Наши углероды, они в кругу. И сколько их в кругу? Ну, это такое, типа, сомнительное, с точки зрения геометрии, круг. Ну, типа, круг. Это, на самом деле, какая-то другая геометрическая фигура. Шестиугольник, да, получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, шестиугольник. Значит, корень у нас будет гекс. Но так как это цикл, возвращаемся вот к этой табличке. И где-то тут название цикла. То есть, видите, там будет в циклах приставка цикла. Циклах гексан. То есть, это будет 12-е у нас с вами будет циклах гексан. Тут будет еще доп. приставка. Да, то есть, как бы здесь еще будет отходить радикал. Метил, циклах гексан. Ну, вот метил, циклах гексан можно было бы так в целом оставить. Но здесь, как бы, все атомы такие неравнозначные. То есть, ну, можно было бы сказать, что это вот первая атома глюрода. Там один метил, циклах гексан. Но обычно вот эта единица, она не дается. Потому что здесь, как бы, они все такие равнозначные. Метил, циклах гексан. Вот если мы уже были бы, имели бы несколько радикалов, то мы бы, надо было бы им указать уже положение. Там один, три, один, два. Какое-то положение такое. Теперь давайте еще что-нибудь назовем. Давайте вот выше у меня здесь было. Допустим, вот такое вот. Вот такая вот, один, давайте назовем. Вот здесь, как бы, старшая функциональная группа кислотная. Да, то есть, у нас получается, циклотатного глюрода будет один, это будет два, это будет три. То есть, вообще, это будет про, ну, как бы, не пропановая была бы кислота, да, а пропеновая кислота, пропеновая кислота. Пропеновая кислота. И причем вот этот атом углерода у нас, получается, был бы старше. То есть, вот у нас получилась пропеновая кислота. А если бы мы бы, кстати, бы, например, давайте ее немножко модифицируем. То есть, мы могли бы, например, давайте где-нибудь сейчас вот радикал от нее повесим. CH2, вот так сделаем двойную связь. Вот так вот CH3, давайте повесим от нее. COH, вот так вот, с радикалом сделаем, поинтереснее ее немножко сделать. То есть, у нас, получается, вот этот атом углерода был бы первый, это был бы второй, это был бы третий. И, соответственно, мы бы в приставке бы с вами указали бы, что есть радикал от атома углерода номер 2, он висит. Радикал называется метил, 2-метил, пропеновая кислота. Допустим, вот так. Или, например, соединение номер 11. Да, вот, ну просто. Раз, два, три, четыре, корень бут. Так как в цикле вы добавляете приставку. Цикло, бутан. Или, например, вот какое-нибудь там соединение, давайте возьмем с длинным каким-нибудь углеродным скелетом, я что-нибудь придумаю. Давайте вот здесь вот там, допустим, у меня будет там CH3. Вот так. CH3. Давайте аппаратную связь еще нарисуем, тогда водород сотрем по валентности. Вот так, CH3. Еще CH3. И вот так вот давайте сделаем. Вот так, CH2. Давайте по валентности проверим. Значит, тут CH3, 4 атома углерода. 4 атома углерода, 4 руки. С, раз, два, раз, два. Все тут работает. Тут не хватает одного водорода, чтобы было 4. Здесь раз, два, три, еще не хватает одного. Раз, два, три, еще 4 не хватает. CH2, CH3. Вот что мы здесь с вами делаем? Нам нужно найти самую длинную цепь. Ну, как бы здесь она будет, вот она, самая длинная цепь. Вот это будет. Ей будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь атомов углерода. Вот она функциональная группа. То есть корень у нас будет гепт. Гепт. Гептен будет, потому что двойная связь. Ен. Гептен. От какого атома углерода отходит эта кратная связь? Два. Гептен, два. И теперь нам нужно посчитать радикалы. Вот их раз, CH3 радикал, два, CH3 радикал, три, CH3 радикал. Они все одинаковые, все метильные. Нам это нужно указать, что у нас с вами получается от второго атома углерода отходит метильный радикал. От четвертого атома углерода отходит метильный радикал. От пятого мы перечисляем номера атомов углерода, от которых отходят эти метилы. Добавляем еще до приставку 3, потому что у нас три одинаковых радикала и название радикала. Два, четыре, пять, три, метилгептен-2. Ну вот что-то такое я выдумала получается. Осознали? Напишите, пожалуйста, плюсы, осознали или нет. Я сейчас вам еще покажу сейчас, как строить формулу по названию, но это намного проще на самом деле. Вот сложнее назвать, мне кажется, сложнее назвать, потому что формулу написать по названию проще. Давайте вот посмотрим обратное задание. То есть вот мне нужно написать формулу вещества. Это вообще изичная изичность. Два, бромпропан. Вот начинаем с корня. Проб. Три атома углерода. Раз, два, три. Пропан, суффиксант говорит о том, что все связи какие? Одинарные. От второго, ну один, два, получается три. От второго отходит бром. Далее мы выставляем водород по валентности, чтобы углерод был четырехрукий. CH3. 3 плюс 1, 4. CH3, 3 плюс 1, 4. А здесь уже раз, два, три руки есть. Еще один водород получается. Четыре. Ну давайте сделаем пропандиен. Пропадиен. Ну пропан. Букваны отсутствуют. Только странно, кстати, пропандиен это типа раз, два, три и там двойные связи. Вот так вот. Ну такое, кстати, что-то имеет место существовать. Там водород по валентности расставляем. Вот так вот это будет выглядеть. Здесь водорода по валентности не будет. А здесь нужно два поставить. 3-этилгексин-1. 3-этилгексин-1. Начинаем, получается, с корня. Гекс-6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. От третьего отходит этил. Раз, два, три. Этил. Это... Давайте вспомним, вот как мы должны... Забыли мы, допустим, что такое этил. Сходим вот сюда, посмотрим, что такое этил. Это С2-H5. Пунк-пунк-пунк-пунк-пунк-пунк. Вот сюда получается С2-H5. Рисуем от третьего. Да, один, два, три, четыре, пять, шесть. Гексы – это шесть. Гексин, суффикс «ин». Тройная связь от первого. Ну и водорода по валентности расставляем. Здесь один. Здесь уже четыре руки есть. Здесь раз, два, три. Четвертая рука. Здесь раз, два, значит, не хватает двух. Не хватает еще двух. И не хватает трех. Бутанол один. Корень бут. Раз, два, три, четыре. От первого атома отходит Ол. Это получается О-H-группа. Бутанол один. Водород по валентности. CH3, CH2, CH2. Здесь уже две руки есть. Получается CH2. Два метилпентен-один. Пентен корень пять. Раз, два, три, четыре, пять. От первого отходит Ен. Это двойная связь отходит. Два метил. От второго будет висеть метильный радикал. Доставляем водород по валентности. CH3, CH2. Тут еще CH2. Тут уже раз, два, три, четыре руки есть. И тут CH2, потому что две руки есть. Ну что, осознанно скажите мне, дети, как что проще? Проще называть или проще писать формулу? Ну вот, на сегодня мы с вами остановимся. Тип гибридизации из-за меры гаймологи мы будем уже брать на следующем с вами занятии. Сегодня мы, значит, должны усечь несколько моментов. То, что углерод 4-х валентин, 4 руки, кислород 2-х валентин, водород 1-х валентин. Второй момент мы должны понять, это что такое первичный, вторичный, третичный, четвертичный атом углерода. Третий момент, это выучить всю вот эту вот номенклатуру, порядок того, как называть. Но это лучше, кстати, этот порядок, он на практике идет. Да, составлять писать проще, согласна. Вот, и, конечно, вот эту таблицу с функциональными группами, с общими формулами тоже надо выучить. Вот то, что вот все, значит, что здесь написано, надо выучить. Вывод такой. Для марафонцев есть, соответственно, домашнее задание, оно будет все с экспертной проверкой. Там большая такая дезеха, довольно нудная. Там задание типа поставьте водород по валентности, напишите вторичный атом, поставьте степень кислений, напишите формулу, назовите. То есть вот там такой дезех. Ну и всех, ребят, не с марафона, я, естественно, приглашаю на наш курс подготовки к ЕГЭ по химии. Вот, тем более, сейчас стартует целый новый раздел органика. Сейчас, кстати, там промокод актуальный стартовал на покупку курса 50% скидка. По-моему, это вообще мега суперкруто попасть по такой скидке. Поэтому всех приглашаю. Не забудьте покормить кота, чтобы кот не остался довольным. За веб можно поставить лайк. Все, спасибо за внимание всем. Надеюсь, все было понятно. Ну, я старалась так немножко с вами посюсюкаться сегодня. Вот, потому что потом, конечно, будет посложнее, потом уже будем более профессиональную терминологию использовать. Сегодня я постаралась эти углы немного сгладить, дабы донести смысл. Ну, все. Углерод четырех руки.